Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшняя тема про шестой пакет санкций и вообще, что происходит у нас в Великобритании в связи с войной на Украине. Ну что, поздравляю всех с шестым пакетом санкций. Хоть там и президент Венгрии не соглашался, для него как бы отдельный такой пакет условий в этом шестом пакете санкций именно для Венгрии. Но, тем не менее, нефтяная эмбарго ввели. Так что добро пожаловать, господа россияне, в лихие 90-е. Ну и, надеюсь, все это приведет к тому, что война на Украине скоро закончится. А тем временем мы здесь, в Европе, уже как бы у нас здесь своя, знаете, война передавая. Мы тоже в полной мере ощущаем санкции. Мы ощущаем, что идет война. Во-первых, много беженцев стало в Европе. Включая Великобританию. Украина не сходит ни с одной новостной площадки. А кругом поддержка Украины. И это правильно, я считаю. Потому что война на Украине, это вы знаете, это война добра со злом. Поэтому и зло не должно победить. Вот, как бы так. Поэтому, ну, что у нас здесь происходит? Какие, скажем так, как мы помогаем Украине победить в этой войне? Мы платим очень высокие цены на бензин, на все энергоносители. Скажем так, если в среднем ежегодный билл на отопление, газ, электричество, так, в среднем было 900 фунтов в год, от 900 до 1200, в зависимости от района провайдера и, как бы, использованных, ну, и смотря еще какой вы тариф потребляете, да, то сейчас эта цена стала в два раза больше. То есть, если раньше, допустим, я платила ежемесячно где-то 100 фунтов, то теперь я плачу 200. И так практически по всей Великобритании. Дальше. До начала военных действий, а сегодня 97-й день войны, до начала военных действий, стоимость бензина 95-го стоила 125 пенсов за литр. Сейчас он в некоторых районах стал 178-179. То есть, если так условно я заправляла машину в неделю на 50 фунтов, сейчас эти 50 фунтов превратились в 80. Цены на все дорожают. То есть, цены в гипермаркетах на продукты, на все, как бы, товары, знаете, основного потребления повысились. Сейчас повысились практически в некоторых местах в два раза, в некоторых местах в полтора раза. И, к сожалению, такая реальность, что сейчас у нас кругом, как бы, говорят о кризисе и паникуют. Паника связана с тем, что на фоне выросших цен на все, на энергоносители, на продукты питания, на, как бы, на все предметы необходимости, они, зарплаты у людей не выросли. А люди, особенно, которые живут на фиксированном заработке, да, на фиксированном доходе, допустим, пенсия государственная или пособия по инвалидности, то эти люди испытывают самый, ну, как бы, ощутимый такой удар по своей ежедневной, как говорится, жизни, то есть качество жизни в плане то, что люди потребляют, может быть, меньше овощей, меньше фруктов, покупают более дешевое мясо, отказываются ездить в отпуска, на холидейс и прочее, прочее. То есть вот такие вот нюансы, естественно, они создают такую, знаете, депрессию. То есть, в общем, в Европе, в стране ощущается такое депрессивное настроение относительно ситуации, которая в Украине и которая прямо и непосредственно влияет на всех. То есть, как бы, вот эти вот санкции, как бы, вот я смотрю по видео из России, да, там люди говорят, ой, сейчас мы тут сами свое наладим, сейчас у нас тут будет производство, потому что, согласно санкциям, там даже, знаете, тампоны и прокладки перестали, да, поставлять. И крупные бренды, марки, одежда и прочее, прочее уходят из рынка в России. Но на фоне всего этого, как бы, все-таки Россия большая страна и Россия богатая страна. И мне кажется, люди, которые живут вот в России, они даже не представляют, насколько вообще, насколько страна богатая. Но при этом, при всем, они очень-очень бедно живут на фоне этого богатства. Поэтому, как бы, до них сейчас санкции не, еще не дошли. Но скоро. Ну, а еще, наверное, вот я, как обыватель, да, который смотрит за новостями, которые происходят в Украине и которые вообще в Европе, и вообще следит за обстановкой и, как бы, держит руку на пульсе вообще всего происходящего, я могу прийти к следующему заключению, да. Хорошо, что Великобритания вышла из Евросоюза. Мы первое время, вы знаете, здесь очень так паниковали по поводу того, что как же мы будем экономически вообще выгребать это после пандемии с этим Брекзитом. Но вот недавние вот эти вот переговоры президентов, там, представителей стран Евросодружества, да, по поводу шестого пакета санкций, как там Макрон и Шольц вдруг произнесли вслух, что, может быть, Украина и Зеленский, да, в лице Украины уступят господину Путину какой-нибудь территории, там, Донецкой Луганской области, признают Крым, чтобы, причем там фраза такая была, чтобы Путин не потерял лицо, да. Но я думаю, что после зверств и убийства мирных жителей в Буче, в Арпине, знаете, в Бородянке, и мы еще не знаем до конца, что происходило и что происходит в Мариуполе, хотя уже доходят сведения, знаете, с этих Google Maps, сателлитовые всякие эти установки, фотографируют, что там происходит, да, и находят захоронения, массовые захоронения людей в Мариуполе, о том, что город сравняли практически всю инструктуру Украины на Востоке в ноль, да, то есть, я не знаю, но готовят в наглую такую, знаете, пропаганду, там, собирается отжать Херсон, референдум свой фиктивный провести, но вообще, знаете, происходит вообще какой-то сюрреализм, какой-то фантастический фильм, вот, кстати, на Amazon Prime есть несколько фильмов, там, по-моему, был Man in the Castle, да, где там, там, в порядке бреда сняли фильм, где якобы победил фашистский режим, вот, знаете, по-моему, этот бред, который вот там сняли, он сейчас происходит вообще вот с Россией, потому что Man in the Castle – это вот как раз господин Путин, но не будем про него, потому что слишком много чести, так вот, пока там Шульц и Макрон торговались, в Венгрии вообще, как говорится, ну, показала себя российской подстилкой, не побоюсь этого слова, да, мы британцы все охреневали, смотрели над ними, ну как, ну, потому что черта невозврата уже пройдена, и, как бы, ну, невозможно закрыть глаза на те жертвы, на те страдания украинцев, которые уже случились, просто этого нельзя позабыть, это нельзя простить и говорить, давайте сохраним Путину лицо, нет, вы знаете, уже это пройденный этап, и сохраняйте имяктуру, поэтому вот во все это время Великобритании и Соединенные Штаты не изменили своему курсу, и они сказали, да, мы продолжаем будем помогать Украине, мы так и будем ей помогать, поэтому я в какой-то степени горжусь Борисом Джонсоном, хотя он тоже у нас еще тот кекс, но именно ситуации в Украине, я считаю, что наш премьер-министр повел себя достойно. На этом у меня все, я надеюсь, что мы все, как говорится, выстоим вот эти вот три волнения, так, я пережила перестройку, я надеюсь, я как тертый калач смогу пережить и эти кризисы все, и победа будет за Украиной, так что слава Украине, героям славы и смерть врагам. Я надеюсь, что Россия тоже все-таки, потому что не все россияне, как говорится, фашистствующая, как основная биомасса, и даже появилось новое движение, которое возглавил Гарри Каспаров, если кому интересно, погуглите, на ютюбе есть очень много интересных. Вот я за такую Россию, за новую Россию, и надеюсь, что из всего этого мы выйдем в конце в светлое будущее, где Украина сохранит свои границы и восстановит себя как страну. Ну и Россия тоже, возможно, наконец-то справит похороны этого Путина и извечет уроки, ну и перестанет быть той Россией, в которой сажают до слова война, в которой слишком много, знаете, признаков фашизма. Поэтому до перемоги и слава Украине! Пока-пока!